Приветствую вас! Сегодня понедельник в студии Андрея Фадеева. И вот какие события коснулись Верхнекамья за этот день и минувшие выходные. В березняках лавина снега, сошедшая с крыши вместе с проводкой, едва не спалила многоквартирный жилой дом. В березняках наступил сезон, когда пора вспоминать крылатую фразу из джентльменов удачи. Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи. Мы проверили, какие места в березняках весной становятся особо опасными и расскажем, какие улицы сегодня лучше обходить стороной. Будет ли в городе принят на должность главного архитектора архитекта? И в березняках прошли общественные слушания. О чем просили березняковцы? Обо всем по порядку сегодня в выпуске новостей. В березняках накануне по вине коммунальщиков чуть было не сгорел целый жилой дом. Все как в страшном сне, рассказали нам люди. Возвращаешься домой, а из всех розеток языки пламени. Что случилось и есть ли пострадавшие, выяснял Сергей Калиник. Напряжение, по словам работников аварийной бригады электросетей, на наш дом в тот момент, когда все это произошло, было 380 вольт. 380 вольт вместо стандартных 220. В квартирах в тот момент творилось что-то невероятное. Розетки вспыхнули, бытовая техника начала дымиться. Проводка, проложенная в старых деревянных перекрытиях, еще со времен царя гороха, стала плавиться от высокого напряжения. Причина, как ни крути, сезонная, банальная и предсказуемая. На Ордуановском переулке 1 просто сошла огромная глыба снега, снеся на своем пути проводку, а перед этим еще и хорошенько замкнув провода. Ирина Халимулина в этот момент возвращалась из магазина домой. Открыв дверь, я увидела, что вся квартира в дыму. Зайдя в квартиру, конечно, я оказалась в каком-то шоковом состоянии, я не знала, что делать, потом все-таки шок прошел. Я бросила сумки, прошла в проход и увидела, что у нас на кухне горит стена. Я поняла, что воздуха не хватает, кругом дым, и поняла, что я могу отравиться. В этот момент в квартиру забежал муж Ирины, отключил электричество и залил горящую проводку водой. Трагедии удалось избежать, но у Ирины и ее соседей вышла из строя бытовая техника. Теперь женщине придется покупать новую стиральную машину и холодильник. Плюс предстоит ремонт на кухне. Черная копоть осела надежно, а едкий запах сгоревшей пластмассы не дает спокойно дышать. Такое несчастье произошло в нашем доме. Просто действительно страшно жить в таком доме, где такая халатность со стороны управляющей компании, которые не хотят нам оказывать никакие услуги, согласно перечню. Все могло бы, конечно, закончиться гораздо плачевнее. Слава Богу, все живы и здоровы. По словам жильцов, замыкания электропроводки можно было избежать. Ведь люди неоднократно обращались в управляющую компанию «Чуртан-59» и требовали, чтобы коммунальщики почистили снег с крыши. За зиму, по словам жильцов, не убирали ни разу. Вместе с людьми идем к коммунальщикам. Увидев нас у себя в кабинете, директор управляющей компании Валерий Дровосеков хватается за телефон и делает вид, что ему жутко некогда. Разрешите, что там работает, без комментариев. Я выясняю проблему по нашему дому, почему мы им мешаем работать. Проблема возникла, надо ее решать. В рабочем порядке, а не просиживать штаны. Камеру и журналистов здесь явно не любят. Видимо, настолько же, насколько и коммунальные беды жильцов Ордуановского переулка. Директор бегал от ответов и выгонял нас с порога. Адвокат Сергей Кондратьев в таких случаях рекомендует пострадавшим жильцам не тянуть резину, а идти в суд. Управляющая компания, у нас, к сожалению, некоторые начинают весной работать тогда, когда петух, сами знаете, что сделал, что делать в этой ситуации. Жильцы должны, безусловно, вызвать эту управляющую компанию. Управляющая компания должна составить акт, по возможности сфотографировать, зафиксировать следы данного подпадения снега. Дальше нужно обратиться к профессиональному оценщику. Если коммунальщики Чуртан 59 в ближайшие 10 дней не придут в пострадавшие квартиры и не составят акты ущерба, с иском в суд действительно лучше не тянуть. Вызывайте независимого оценщика, который подсчитает сумму ущерба. Суды, конечно, процедура длительная, но правда будет на стороне жителей. То есть управляющая компания обязана будет отвечать за причиненный вред, уверен адвокат. Сергей Коленик, Дмитрий Воронушкин, Новости Верхникаме. А вот кого из коммунальщиков петух пока еще не клюнул, мы своими глазами увидели сегодня в рейде. Глыбы льда с крыш падали практически рядом с нашими журналистами. Екатерина Зибзеева составила антирейтинг улиц, которые сегодня лучше обходить стороной. По крайней мере, пока коммунальщики не проснутся. Ленина 55, на часах 15.00. Именно здесь начинается наш рейд. Поскольку эти высотные сталинки, с карнизов которых всегда в межсезонье свисают громадные ледяные зубья, люди давно прозвали домами-убийцами. И действительно не успели выставить камеру, как спустя пять минут летящая с крыши льдина едва не упала на головы, проходящей мимо кампании молодых ребят. Буквально пара метров и снова удар. Как на минном поле, ей-богу. По добру, по здорову уносим отсюда ноги. Двигаемся дальше. Прославленная на весь город гостинка на Ломоносово 131А. Ситуация аналогичная. Под крышей метровые сосулины. Кажется, пронесет, но вот время полета льдины прямиком на вашу голову, буквально несколько секунд. Один миг и до трагедии недалеко. Как не страшно. Сегодня упала какая-то сосулька, успела пробежать. Шею у вас не болит постоянно запрокидывать голову? Болит, еще как болит. Хондроз даже, наверное, вышел уже. А вот так обстоят дела в известном на весь город доме по адресу Ломоносово 147. Помимо разрушенных стен и нечищенных дорог, для пешеходов тоже есть опасность. Свисающие с крыши ледяные глыбы. Едем дальше. А вот так выглядят центральные улицы нашего города. Крыши домов по улице Карломаркса похвально, почищены. Но вот ниже начинается игра в русскую рулетку. Кому как повезет. Каждый день тут гуляем и каждый день быстро пробегаем. Очень боимся. Коммунальщики АУ бегом за работу, пока не дошло до беды, как это случилось в Перми. Там на прошлой неделе в 3 часа дня с крыши 9-этажного дома сорвалась огромная глыба. 74-летняя учительница немецкого языка скончалась на месте от травм, несовместимых с жизнью. Между тем в Березняках сегодня выясняют, кто будет платить за ремонт легковушки, которой не повезло в пятницу на Клары Цеткин 38. Там также с крыши на парковку сошел снег. К счастью, жертв удалось избежать. Мы надеемся, что итоги этого рейда возьмут на заметку надзорные органы. А если вы заметили на крыше вашего дома огромные сосули, немедленно звоните в управляющую компанию. Екатерина Зибзеева, Дмитрий Воронушкин. Новость с верхняками. В пятницу до позднего вечера в Березняках затянулись публичные слушания. Зал культурно-делового центра был полон. Горожане и местные власти горячо обсуждали новый документ – генеральный план по застройке муниципального округа Березняки. Генеральный план – это один из основных документов развития территории. Это большая карта-схема, которая показывает, как будет выглядеть в будущем Березняковский муниципальный округ. Такой же наглядный и масштабный план есть у крупных городов Екатеринбурга, Питера и Москвы. По сути, без него сегодня трудно представить развитие современного города. Все потому, что он не просто изображает будущие объекты на карте. Проектировщики на протяжении года собирали информацию по рождаемости, смертности и миграции населения, уровень дохода и количество квадратных метров на человека в Березняках. Посмотрели, где можно построить скверы, сколько жилых домов нужно возвести для комфортной жизни. Все это поможет наглядно понять властям, куда двигаться дальше. Прежде чем принять генеральный план, его по закону нужно обсудить на публичных слушаниях. Они прошли в минувшую пятницу и у горожан было что сказать. Первое, что у нас останется на зал, у меня постороннего человека, это обшарпанные фасады домов, даже на центральной улице. Вот с этом, ну вот, как-то вот в первую очередь побороться, хотя бы на центральной улице провести или это на фоне. Есть переборные изменения тоже. Как у нас в этом городе, выполняются эти переборные или нет? Потому что за последние, ну, наверное, 15, вырублена масса зеленых участков и около дому в небольшой сфере. Значит, на мой взгляд, ни одна проблема не стоит сейчас на костре или не приковано такое внимание, как к этому вопросу, да? Это вопрос строительства жилого комплекса по месту нахождения стадиона Алисма. Также на слушаниях в КДЦ обсудили, можно ли строить дома на местах, где снесли аварийные дома, сколько планируют построить в Березниках школ, детских садов и культурных учреждений, и даже почему в городе не хватает женщин. Генеральный план примет окончательно Городская Дума, а пока в администрации работают над предложениями. А мы тем временем готовим подробный сюжет и уже завтра расскажем, как прошли публичные слушания. Что еще стряслось за минувшие выходные и какие события сегодня обсуждают березняковцы, расскажем в сводке происшествий. Буквально несколько часов назад огнеборцы тушили очередной пожар в расселенном доме на Свердлово 114А. Там горело сразу несколько квартир. Пожарные не исключают, что это дело рук лиц без определенного места жительства, которые любят селиться в заброшенных домах и разводить там костры. Огнеборцам понадобилось меньше часа, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Судя по закопченным окнам других квартир, пожары в этом доме уже замучили огнеборцев. А вот это видео уже посмотрели миллионы пользователей интернета. Накануне в Перми очевидцы сняли на видео буйного водителя, который, выехав на встречную полосу, устроил двойное ДТП. А после оказал сопротивление сотрудникам ДПС. Бросался под колеса проезжавших машин и вел себя крайне неадекватно. Он смеялся, прыгал по дороге, пытался танцевать, а когда его скрутили, кричал и корчил морды. Известно, что в 2020 году этот 34-летний водитель был лишен водительских прав. От освидетельствования виновник ДТП отказался. К счастью, от действий неадекватного пермского ниндзя никто не пострадал. Накануне в субботу на трассе Пермь-Березняки, не доезжая Челвы, сразу два внедорожника улетели в Кювет. На видео с регистратора видно, как перед белым Рино Дастер поток машин замедлил скорость. Дистанция перед идущим впереди автомобилем оказалась слишком короткой. Пытаясь избежать столкновения, водитель Дастера резко вывернул навстречку. Но на обледенелой дороге его занесло и выбросило в Кювет. Позже становится ясно, почему поток машин замедлил скорость. Впереди произошло еще одно ДТП. Другой белый внедорожник также вылетел в Кювет. И уже сколько раз говорили о том, что через дорогу бегать нельзя, но до торопык не достучаться. В Перми урок на всю жизнь получила молодая женщина, которая, не дождавшись зеленого сигнала светофора, побежала по зебре на перерез потоку транспорта. В итоге иномарка сбила невнимательную торопыгу. После жесткого кульбита пострадавшая пыталась самостоятельно подняться на ноги. К слову, в Березняках за минувшие выходные произошло 11 ДТП. К счастью, серьезно никто не пострадал. Ну а кандидаты в будущие водители сегодня в недоумении ожидают 1 апреля. С этого дня экзамены курсанты автошкол будут сдавать по новым правилам. Главное новшество затронет практическую часть. Больше не будет никаких площадок с горками и парковками по флажочкам. По крайней мере для курсантов легковушек, грузовиков и автобусов. Отныне свои навыки владения авто они будут показывать сразу в реальных городских условиях. Будущие водители будут сдавать на экзамене маршрут, на котором по команде экзаменатора покажут, как освоили, например, движение задним ходом, умение парковаться, останавливаться на подъеме и трогаться с места. То есть все элементы с площадки перенесут на улицы города. Будет ли курсантам проще, покажет время. Но все упражнения кандидат должен будет выполнить за полчаса. Не успел, не сдал. Кроме того, с 1 апреля пересмотрят штрафы за ошибки. Нельзя будет трогаться, будучи не пристегнутым, отвлекаться на телефон и касаться колесом бордюра. В этих случаях сразу ставится оценка «не сдал». О плюсах без площадки. За один день экзаменатор сможет принять больше кандидатов в водители. Изменения не затронут тех, кто отучился на управление мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами. Для них площадку оставят. Далее короткая реклама, а после мы расскажем, как на березняковских землях оказался путешественник, который пешком идет через всю Россию и как ему жилось в гостях у нашего видеооператора. Ближе к концу марта березняковцы все чаще жалуются на жуткий авитаминоз, сонливость и весеннюю хандру. А что если привнести в нашу жизнь что-то новое, а лучшее что-то вкусное? Рыбак Камчатки привез к нам сразу несколько новинок. Обо всем полезным расскажет Елена Силакова. Для многих горожан в нашем городе есть традиция уже третий год подряд каждый месяц они приходят в ДК имени Ленина, чтобы снова пополнить холодильник камчатскими деликатесами. Вот и нынешний понедельник не стал. Исключением за такой вкуснятиной снова выстоялась очередь. На выставке обилие камчатских деликатесов. Помимо привычных нам это чвыча, горбуша, нерка, кижуч и палтус, рыбак Камчатки привез нам и деликатесы. Это марлин холодного копчения и осетр горячего копчения. Марлин рыба семейства лучеперовых по своим размерам просто гигантская. Особи вырастают в длину до трех метров. У нее на спине большой плавник, острый нос, чтобы ловить рыбу, а тело плоское. Этот морской гигант развивает скорость до 110 километров в час. Кстати, мясо у Марлина без косточек. Можно смело давать детям и пожилым людям. Сегодня продавцы активно предлагают покупателям попробовать и вот эту рыбку конгрю или, как ее еще называют, креветочная рыба. У нее розовое филе, она питается моллюсками и по вкусу действительно похожа на креветку. А вот и еще одна новинка осетр. Все знают, что его называют царской королевской рыбой. Рыба горячего копчения приготовлена удивительным очень способом. Наши технологи очень долго бились над этим. Наконец, они достигли, нашли этот рецепт и приготовили ее сочной, вкусной, тонкой, мелкой косточки. А осетр не содержит совсем, у него только один хребет, который вот идет, проходит, то есть это позвоночник и все, убирается и косточек больше нет. Ну и, конечно, какой рыба Камчатки без постоянного фаворита – чавычи. На выставке ее можно купить малосольную, свежую, а также в балыках горячего и холодного копчения. Наверняка многие уже попались на удочку этого секретного рецепта и невероятного вкуса. Все балыки коптятся в красных каменных печах на опилках яблони, ольхи и вишни. Оттого они и получаются такими вкусными. Хорошие качества, с плюсом, с большим. Здесь, конечно, лучше покупать, чем где-то. Вот залежавшуюся, слишком перемороженную. Здесь хорошее качество рыбы. Отличное качество, очень вкусное копчение, поэтому и покупаю здесь. Хорошая рыбка. Всем советую. Хорошее качество и свежемороженной продукции. В холодильниках спинки трески, филе горбуши и окуня, полутуши и стейки чавычи и палтуса. Ну и на закуску. Копченые хвостики и тиша чавычи. Белорыбица, палтус, хижуч горбуша, скумбрия и дальневосточная селедочка. Весенний авитаминоз не страшен с таким ассортиментом, ведь камчатская рыба богата жирами и нужными для нас минералами. Приходите в ДК имени Ленина за новым вкусом. Проверенный поставщик гостит только здесь до 26 марта. Не забывайте с собой маску и перчатки. Елена Силакова, Степан Некрасов. Новости Верхнекамье. Он прошел всю Сибирь, добирался до Дальнего Востока, любовался красотами Алтая и наслаждался гостеприимством Кавказа. И все это пешком. В Березнике прибыл известный блогер и путешественник. Что его удивило в наших краях, расскажем в следующем сюжете. Всем привет, мира, добра. Ну, я уже в Комсомольске. Ну, я уже в Комсомольске. И меня здесь встретили. Я нахожусь сейчас в Дербенте. Где он только не побывал. Хотите посмотреть, как живет наша страна? Заходите в блог Андрея Шарашкина. Он так и называется «Пешком по России». Дальний Восток, Сибирь, Урал, Кавказ. История одного путешествия длиною в два с половиной года. В роликах, снятых на простой телефон. В 2018 году он ушел из своего дома в Тюмени. И пошел не куда глаза глядят, а по намеченному маршруту. Пермский край, 36-й регион в его списке. И теперь он в Березниках. Бородатый мужчина в камуфляжном костюме. И с огромным рюкзаком за спиной. Весит он примерно 25-26 килограмм. Но я как-то уже привык к такому весу. Первые рюкзаки у меня вообще висели под 40. Летом он ночует в палатке. Зимой обычно у кого-то из местных. Чаще Андрея приглашают его подписчики. Еще бы за чашечкой чая. Он может рассказать и как на свадьбе в Дагестане гулял. И как от волков в Калмыкии спасался. В Березниках блогер гостил у семьи Третьяковых. Ее глава Виталий наш коллега. Режиссер продакшн-студии. Канал Верхника МедТВ. Все, что он видел, он как носитель. Он передает через себя эту информацию, которую, в принципе, мы не можем получить в интернете, либо еще где-либо. Надо просто знать, что я тоже как бы начинающий турист. Как бы я тоже люблю путешествовать. Да, Виталий у нас на самом деле очень любит куда-нибудь уехать в такое место. Один, лес, природа, чтобы как раз исчерпать вдохновение. А я маленький, еще не совершеннолетний, мне 55. О себе, о своем доме и прежней жизни он вспомнил в домашней атмосфере. Сейчас в его квартире в Тюмени живет взрослый сын. Сам Андрей когда-то был военным, потом учителем истории. Мысль обойти всю страну родилась в 90-х. Но, наверное, хорошо, что он воплотил ее сейчас, в эпоху интернета. То, что я делаю, я сначала сомневался, что правильно ли я это делаю. Но в этом, судя по своим подписчикам, по комментариям, которые люди оставляют, и слова благодарности за то, что я показываю Россию, я не путешествую, как они говорят, но путешествую вместе с вами, я понял, что вот это, наверное, и есть то, что меня подгоняет вперед. После уютного привала в путь страна должна узнать про Березники. За изучением истории города в компании нашего коллеги Виталия Третьякова он направляется в музей. Блогер был поражен коллекцией икон. А иконы, они как раз и есть та историческая часть нашей истории. Поэтому просто они сохранились в таком виде, в прекрасном виде. Потом Андрей расскажет, что наш город запомнился ему необычной архитектурой, а еще местом, где, возможно, не так много достопримечательностей, зато людям здесь комфортно жить и работать. А вот частичка души путешественника осталась в соседней соляной столице. Ну, скажем так, что мне понравился Соликамск. Соликамск мне понравился тем, что очень много храмов. Вот таких городов я видел всего один. То есть это Тобольск. Где именно столько храмов, монастырей, больше я, по крайней мере, на своем пути не видел. Ой, это он еще по Усолью не ходил? Туда необычный турист отправился на следующий день. Андрей Шарашкин согласился. Не зря Усолье называют жемчужиной на каме. Для него, как для историка, этот город словно драгоценный клад. Есть что посмотреть, как туристический центр. Это было бы, наверное, здорово. Еще бы отреставрировали все здания, дома. Это, конечно, просто такой столько... Ну, блин, так, целый город практически здесь. Это, конечно, впечатлило. Я первый раз такое увидел. А подробные впечатления вы можете узнать в блоге Андрея Шарашкина на Ютубе или в группе ВКонтакте «Пешком по России». Дорога позвала дальше. И наш герой снова надел на плечи рюкзак и пошел за новыми приключениями. Сейчас направляюсь на Севтыкар, потом Архангельск, Мурманск, ну и центральные регионы. А с удовольствием будут ждать новых историй. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов и Сергей Колейник. Новости Верхникамья. Устали от снежных пейзажей за окном? Тогда встречайте сочные магнолии весенние первоцветы на долгожданной ярмарке текстиля, которая два дня будет гостить в ДК имени Ленина. Кто не любит уют в доме, когда все вокруг для души? Дорогие сердцу мелочи и восхитительно уютный домашний текстиль. Порой самые теплые и яркие моменты рождаются вот из таких простых и обыденных вещей. Да, в Березнике вновь прибыли добрые помощники, которые помогают создавать уют. Прилавком конца и края не видно скатерти, подушки, мягкие пледы и более трехсот видов постельного белья. Ну просто мечта для гостеприимных хозяек. Я вообще походу какой-то постельный маньяк. В смысле белья, конечно, оторвать меня сейчас от прилавков с этими восхитительными комплектами просто нереально. Хочется все и сразу, а главное цены очень-очень заманчивые. Кстати, похоже, я тут не одна такая. Согласитесь, а ведь наволочки под одеяльники давно перестали служить нам просто чехлами для подушек и одеял. Хотите в феврале садовых хирисов? Вот оно, полюшка целая. Но сегодня покупатели буквально охотятся на эти одеяла и подушки. Таких в Березниках днем с огнем не сыщешь. Хотите по-настоящему выспаться, забыть о головных болях и всегда вставать с той ноги? Тогда срочно меняйте подушку. Кстати, вы знакомы с топерами? Это просто мечта для тех, кто всю жизнь спит на диване и мечтает о хорошем ортопедическом матрасе. Вы почувствуете разницу, выспавшись на этой тонкой перинке. Внутри топера вязкая эластичная пена, которая не продавливается и принимает форму тела. Только два дня выставка продажу постельного белья ждет вас в ДК имени Ленина. Вера Андреева, Степан Икрасов. Новости Верхниками. И сегодня обязательно поздравьте тех, кто выручает нас в самой непредвиденной ситуации. Кто в курсе всех последних новостей и кому можно крикнуть «Гони! Я опаздываю!». Таксисты, с праздником! Сегодня ваш день. Хотя этот день в России так и не признали официальным, но все, кто причастен к частным перевозкам на авто с шашечками, знают. Эта дата приурочена к выезду на улице Лондона первых такси. Было это 22 марта 1907 года. До сих пор этот город контрастов в Великобритании считается родиной самых вежливых и аккуратных водителей. А легендарные просторные черные Кэбы именуют лучшим такси в мире. Там эта профессия считается одной из самых престижных и интеллектуальных. За особую романтику туристы также обожают желтые такси Нью-Йорка и красные такси Гонконга. Наши машины с шашечками, конечно, и сравнивать не стоит по маневренности и удобству, но для российских дорог в самый раз. Мы поздравляем наших водителей, желаемых щедрых пассажиров и счастливого пути. Делайте новости вместе с нами. Снимайте видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхнекамья». Мы ждем ваши материалы на электронную почту редакции tnt.news.sobacamail.ru или в личные сообщения в группе ВКонтакте. Автор лучшего ролика получит приятный подарок. Это были главные новости Верхнекамья. С вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и будьте здоровы! Внимание! Открыт новый салон «Двери, окна, кудесник» Парижской коммуны 54. В честь открытия скидки на стальные двери до 30%. Акция действует до конца месяца. Успевайте! Количество моделей ограничено. Спонсор прогноза погоды – рыбная лавка «Рыбак Камчатки». С 22 по 26 марта в ДК имени Ленина вас ждет большой ассортимент дальневосточных морепродуктов. Попробуйте, вам точно понравится. Вновь открылся магазин «Светофор» на улице Ключевая, 51. Совершайте покупки и участвуйте в розыгрыше суперпризов. Завтра на территории Верхнекамья местами сохранится минусовая температура с порывистым ветром. Небо закроет тучи, на дорогах тающий снег. Во вторник 23 марта синоптики весь день обещают осадки. В Александровске и Кизеле ночью минус 5, днем потеплеет до минус 3 градусов. В Соликамске ночью минус 4, днем минус 1. В Березняках во вторник температура воздуха ночью минус 4 градусов, дневные часы минус 1. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 9 метров в секунду. 23 марта солнечная активность низкая, геомагнитное поле слабо возмущенное. Внимание! Новый салон «Кудесник» Парижской коммуны 54. Стальные и межкомнатные двери, украшения и защита вашего дома. Доставка, качественный монтаж. Первым покупателям установка в подарок. Новый салон «Кудесник» Парижской коммуны 54. Дальневосточные морепродукты. Чавыча, Кижуч, Красная икра. От компании «Рыбак Камчатки». С 22 по 26 марта. Город Березняки, ДК Ленина. Улица Ленина, 50. Внимание! 15 марта вновь открывается магазин «Светофор Ключевая 51» за зданием ГИБДД. Совершай покупки весь месяц от 3000 рублей и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ждем вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова